Приветствую вас! Вы свой вопрос задаете в очень короткой форме, в очень краткой форме. И пишете вы, что влюбились в женатовом мужчину, против своих принципов не встречаться с женатым. И он ваш босс, разве вы пишете ни к чему это все, как быть не знаю. На самом деле, вероятность того, что вы именно любите мужчину, именно любите мужчину, очень мало. Влюбленность, да, страсть, увлечение мужчиной тоже вполне может иметь место быть. Но не любовь. Потому что, видите ли, любовь делает человека счастливым. Любовь заставляет человека, как бы это сказать? Любовь заставляет человека, как бы заново раздаться. Любовь заставляет человека делать что-то для того, кого мы любим. Ситуация заключается в том, что вы, очевидно, переживаете из-за того факта, что влюбились в женатого мужчину. А это значит, что от любви вы не стали счастливее, а это в свою очередь значит, что если вы не стали от любви счастливее, значит, это не совсем любовь. Это вот что угодно, но только не светлое чувство, которое делает человека счастливым. И тогда можно говорить о том, что вы испытываете потребность в том, чтобы любить, чтобы быть любимой, чтобы чувствовать себя женщиной, чтобы ощущать мужское тепло, мужскую ласку, мужскую любовь, да, мужское внимание, и у вас где-то потребно. Знаете, и принципы ваши, не встречаться с женатыми, они продиктованы тем, что вы, наверное, обсягались уже на этой почве встречания с женатыми мужчинами. И правда заключается в том, что разумом вы понимаете, что встречаться с женатым ничего хорошего не принесет, и это действительно так. Но есть разум, а есть чувство, и чувство слепых. И понимаете, вам и движет чувство, но вам и движет чувство, не чувство любви. Потому что, знаете, я уже сказал, вы бы были счастливы от того, что просто любите. Вам и движет потребность, и весь вопрос в том, какая у вас потребность, какие они, эти потребности, чего вы хотите. Знаете, вы поставили себе принцип не встречаться с женатыми мужчинами, но если вы общаетесь только с женатыми мужчинами, то, естественно, других мужчин в вашем окружении нет. И естественно, что из-за этого, из-за того, что других мужчин в вашем окружении нет, было лишь вопрос времени, когда вы влюбитесь в кого-то и женат. Поэтому здесь наблюдаются противоречия, конфликты. Конфликт между тем, чего вы хотите, и тем, что вы понимаете, для вас вредно, для вас негативно, для вас опасно. И для того, чтобы не идти против своих принципов, вам нужно правильно удовлетворять свои желания. Для этого необходимо понимать, с чего вы хотите от мужчин, как вы хотите это получить, и где можно правильно это добиться, где можно правильно это все приобрести. То есть, вы влюбились в своего босса не просто так, вы влюбились в него потому, что для вас он самый привлекательный мужчина с позиции того, что вам от него нужно, с позиции того, что вы хотите от него получить. И, исходя из этого, можно сделать вывод, что необходимо выделить критерии, которыми вас привлекает этот мужчина, и по этим критериям постараться отобрать других мужчин, но не женатых. И тогда у вас появится шанс обрести то, что вам нужно, без ущерба для себя. Далее, мне бы хотелось сказать вам немножечко по поводу того, как у вас могут развиваться отношения с этим женатым мужчиной. Во-первых, не нужно сразу отсекать этого человека, только потому, что он ваш босс. Хотя, я безусловно понимаю, что вам может быть неприятно, я безусловно понимаю, что вы можете чувствовать негатив, вот, и страх вы можете чувствовать. Я очень хорошо понимаю вас, вот, но мне бы хотелось просто, чтобы вы постарались, постарались помнить о том, что шанс построить отношения всегда есть. Даже женатым мужчине, если вы будете правильно себя вести, если вы будете правильно себя позиционировать, и не будете позволять, например, женатому мужчине вас, ну, допустим, использовать. То есть, в том, что вы влюбились, женатому мужчине, ничего страшного априори нет. Влюбились, хорошо, любовь, это прекрасное чувство, вот, вам теперь нужно просто-напросто понять, что вы будете делать дальше. Что вы будете, как вы будете поступать дальше. То есть, понятно, что от мужчины ждать всего-то конкретного только потому, что вы в него влюбились. Не стоит, это я надеюсь, вы понимаете, вот, но при этом, при этом и полностью игнорировать его тоже не стоит, потому что это было бы неправильным здесь, в данной ситуации. И потому я рекомендую вам дать ему понять, что вы испытываете ему слипацию, и после этого посмотреть, как он на это отреагирует. Вот, если, например, его реакция будет такова, что ему будет, ну, да, например, допустим, ему будет все равно, что в таком случае вам нужно будет двигаться именно в том направлении, которое я вам до этого дал. То есть, я имею ввиду направление, связанное с расширением поиска, расширением географии, поиска мужчины и грамотной реализации своих желаний. Надеюсь, вот, этот момент мы с вами поймем хорошо, ибо это, ну, действительно очень-очень-очень важно. Если же мужчина проявит вам симпатию и будет готов ради вас что-то сделать, то тогда не стоит его отталкивать, а стоит посмотреть, что может получиться из, ну, из ваших отношений и попробовать, постараться что-то построить. То есть, вот эта вот принципиальность, она, в принципе, вам не нужна. Эта принципиальность, она никому ничего хорошего на самом-то деле не несет. И является защитным механизмом, является средством регуляции человеческой деятельности. Принципы, они все-таки не подходят под регулирование личных отношений между людьми. Потому что личные отношения, так же, как и любовь, это всегда творчество. А принципы, они, к сожалению, творческий момент не учитываются, и из-за этого происходит неоправданное сужение и, я бы даже сказал, механизация процессов развития отношений. Значит, отвечая на наш вопрос, как вам быть, я хочу сказать следующее, что для начала, для начала нужно понять, что ваши желания, ваши потребности, они имеют место быть в любом случае, как бы там ни было. И то, что вы влюбились в мужчину, говорит о том, что вы в чем-то нуждаетесь. Говорит о том, что вы, по сути дела, являетесь человеком, у которого не удовлетворены ни к определенного рода проблемностям. И чтобы вам эту ситуацию исправить, в первую очередь нужно своей потребности осознать. То есть, отдавать себя все в том, какие они, эти потребности. Далее, что обязательно, вам нужно для себя определить, какие действия вы будете совершать для того, чтобы эти потребности удовлетворить самостоятельно, дабы не быть зависимой от мужчины. Вот сейчас вы рискуете впасть в зависимость, да, от своего босса, от мужчины, в которого вы влюбились. И связано это с тем, что именно он, по вашему мнению, является носителем тех потребностей, которые у вас есть. Очевидно, что это не делает вас равноправны в отношениях. И очевидно, что этот момент для того, чтобы отношения строить все-таки на равноправной, независимой основе, нужно исключить. Далее, не стоит, не стоит игнорировать такое, в общем-то, светлое чувство, как влюбленность. Я говорю о его чистом виде, о его чистом виде, этого чувства. Влюбленность, само по себе, очень хорошее чувство, может быть, она перерастет в любовь, во что-то большее, этого мы не знаем, и поэтому отсекать сразу это не стоит. Дайте мужчине шанс узнать, что вы, если не влюблены в него, то хотя бы испытываете к нему симпатию. Или хотя бы просто у вас есть, например, желание пообщаться с ним не только на работе. Я думаю, что именно так вам и стоит поступить. Стоит действовать сразу в двух направлениях, а не стараться выбрать какой-то один самый правильный вариант решения вашей проблемы. На самом деле, проблем это как таковой нет, потому что то, что у вас происходит, это вполне естественно и нормально. Проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что вы почему-то поставили в принцип не встречаться женатыми. Именно принцип. То есть, среди женатых ведь тоже есть мужчины. И среди женатых есть мужчины, которые со своими женами, скажем так, не очень-то и счастливы. И возникает естественный вопрос в этом случае. В этом случае возникает естественный вопрос. А, значит, почему нельзя дать мужчине шанс стать к вам ближе? Почему нельзя дать мужчине шанс с вами сблизиться? И почему нельзя мужчине дать шанс стать счастливым с вами? Вот, постарайтесь сами для себя ответить на этот вопрос. Вопрос этот очень важный. И, с одной стороны, этот вопрос поможет вам избежать ненужных, как бы ненужных исключений в своей жизни. Это позволит вам избежать неверных решений относительно людей в вашей жизни, относительно вхождения людей в вашу жизнь. Потому что с такими принципами вы рискуете, ну, просто-напросто не увидеть по-настоящему интересного и подходящего вам мужчину. Но если вы видите, что человек не готов для вас что-то делать, то, конечно же, сразу лучше всего от него отдалиться и в отношения с ним не вступаться. То есть он ваш, ваш босс, ситуацию, конечно, немножечко усложняет, потому что служебные отношения, это всегда риск, риск того, что они будут влиять на ваши личные отношения. Но из этого тоже всегда можно найти выход, например, вы можете уволиться или перевестись на другое место работы. В общем, всегда из этого можно найти выход, главное было бы пожелание. И это то, что вам нужно понять, что тот факт, что вы влюбились вообще ненормально, ненормально, то, что вы сами загоняете себя в тупик и сами пытаетесь средствами рационализации, значит, как бы направить себя в нужное русло. Так вот, я вам хочу сказать, что нужного русла нет. Есть ваши потребности, есть ваши желания, есть ваши естественные потребности, есть ваши естественные желания. Вот это нормально. И пытаться это контролировать, все равно, что пытаться контролировать стихию, природную стихию. Вот. Так что, я надеюсь, что вы не будете тратить на это свои силы. Полагаю, что за этим вашим вопросом кроется предыстория, наполненная травмами, наполненными негативными моментами. И то, что вы пишете сейчас, это следствие. Это следствие того, что с вами происходило ранее. Это следствие не кредитных травм, не выраженных негативных эмоций и прочее. Конечно, все это довольно условно. И можно только предполагать, например, можно предполагать, что вы чрезмерно мудистыны в отношениях, боитесь быть слабой и так далее. И если вы боитесь быть слабой, то нет ничего удивительного в том, что вы влюбились в женатого мужчину и в своего босса. Потому что в таком случае женщина обращает внимание на того, кто откровенно сильнее ее. Но парадокс заключается в том, что вы находите отношения, наверное, равноправных, скорее всего. А такой мужчина никогда и в набранных отношениях вам не дадут. И чтобы у вас что-то начало получаться с мужчинами, я имею в виду, а ведь если вы влюбились в женатого, значит, и с неженатыми у вас не получается тоже по какой-то причине. Так вот, чтобы у вас начало получаться строить отношения, нужно, чтобы вы в первую очередь определились со своей моделью женского поведения. Вот определитесь с ней, и тогда, исходя из нее, уже будете выстраивать те отношения с мужчинами, которые вам нравятся. Те отношения, которые вам удобны и которые вас привлекают. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.